Дневной разворот Оказывается, я-то не в курсе Оказывается, наши с вами зарплаты Зарплаты жителей Кировской области По сведениям Кировстата За последний год увеличились Увеличились на 10% Жить мы стали лучше По отчетам Кировстата Особенно зарплаты повысились Прямо эти люди, наверное, жировать сейчас могут В сфере культуры, спорта Организации досуга и развлечений Кировстат говорит о том, что на 33% Они подскочили Вот так вот На самом деле у работников культуры зарплаты В этом году поднялись Это не тайна Ну и во-вторых, не забывай, как рассчитывать Средняя зарплата В таком виде отчета Он ни о чем, собственно, не говорит Потому что это именно средняя По принципу богато едят мясо, бедные капусты В среднем мы голубцы Поэтому это говорит просто Об общем изменении Общее изменение оно есть И у кого-то они действительно повысились А у кого-то они никогда и не понижались Надо будет подождать Немножко появится, когда более подробная таблица Вот с этими вот С децельными зонами Так сказать Помнишь, откуда слово децел взялось? Децел Децел Десятая часть Немножко Да, немножко Трошки Десятая часть Децел Дециметр Когда все население разделят на 10 частей Будет понятно У каких слоев жителей Поднялась заработная плата А кто по-прежнему ест голубцы без мяса В здравоохранении зарплаты выросли на 20% А зарплаты педагогов выросли почти что на 15% И в среднем, по данным Кировстата Средняя зарплата в нашем регионе Сейчас составляет 26 с лишним тысяч рублей Вот так вот Не будем сегодня обсуждать эту тему Я думаю, что эта новость хорошая Если у кого-то она повысилась Володя, это всегда хорошо Поздравляю Всем просто желаем добра У кого-то повысилась заработная плата У человека повысилась зарплата Ему радостно Ему хочется отпраздновать Отметить Возможно, он идет в продуктовый магазин В определенный отдел Покупает себе веселящую жидкость И отмечает То есть так ты представляешь себе праздник у Кировчана? Я подвожу к нашей сегодняшней цели А вот минеральной воды купить Ну кому-то, может, и с нее, конечно, весело Я просто не знаю Русскому народу Мы же прекрасно понимаем Ты говоришь про алкоголь Я вспоминаю 80-е годы Когда были эти километровые очереди, помнишь? А ты маленький был, наверное Ну как маленький? Нет, я достаточно сознательно В 80-е пошел В магазин на Розе Ликсембурга Там отстоишь на морозе Эта километровая очередь Отставишь, заходишь в магазин Он такой, знаешь Тоже пускали по чуть-чуть По 10 человек По 15 человек заходишь Он почти пустой И там огромный такой транспарант на стене Остановись Не покупай Мужики просто, знаешь В ужас приходили Стоял час на морозе Потом вот ты должен остановиться И не покупать А если на другом Сосредоточил внимание У меня помидоры зреют На холодильнике И лежат они в коробке Из-под водки Хорошо ли зреют? Ну просто нормально зреют Лучше ли, чем в другой коробке? Нормально зреют Она случайно мне досталась Это не я коробку покупал Содержим Просто случайно досталась На коробке написано Я как-то так заинтересовался Посмотрел Водка 12 бутылок Не бросать Не брошу Хочется ответить Я-то думал Что ты хочешь сказать Что помидоры Даже в такой коробке Даже помидоры Зреют быстрее Водка Не бросайте Надо поставить контрольную коробку Например На самом деле Из-под минеральной воды Рядом И там тоже помидоры Пусть дозревают Ладно В общем теме Мы переходим Уже поближе К теме Алкогольной продукции Дело в том Уважаемые друзья Наши слушатели Что У нас в очереду Раз Прозвучало мнение о том Что торговлю Спиртным Нужно Ограничить А именно Речь идет о следующем Вот сейчас Обращаемся К первоисточнику Так скажем Довольно Такая многоступенчатая вещь Во-первых Инициатива С инициативой Да об этом выступил Общественный совет Октябрьского района Города Кирова Вот откуда Многие растут Эту инициативу Поддержала депутат Кировской городской думы Оксана Бурганская Оксана Алексеевна Бурганская Член фракции Единая Россия Простите В городской думе И уже Оксана Алексеевна Направила свое предложение Общественную палату Где В этом предложении Было указано Что как бы Целесообразно Полностью Запретить продажу В алкоголе И спирт Содержащей продукции В жилых домах Вот Сразу же встает вопрос В жилых домах Это что с квартиры продажа На лестничной площадке Кто-то разместил Свою торговую точку Поставил Столик Приторговывает Мы-то прекрасно понимаем Что речь Видимо Идет О магазинах И магазинчиках Что магазины Расположенные В жилых домах По мысли Инициаторов Более торговать Спиртным Не должны Но все ведь Мы прекрасно понимаем Что Большинство Да Большинство ведь Продуктовых магазинов Где есть Соответствующие отделы Несколько магазинов Которые находятся В отдельно стоящих зданиях Но их можно по пальцам Пересчитать В областном центре Ну не то что по пальцам Вот там с тобой вместе На все наши С 40 пальцев Наверное хватит Наверное хватит Вот А как бы делить Я понимаю Что вообще Конечно Скорее всего Инициатива Вот я так думаю Направлена Не против всех магазинов Да А вот против Так называемых Алкомаркетов Ну согласись Да что такое Алкомаркет У нас официальные вывески Алкомаркет нет Есть Почему вешают Официальные вывески Да Вот эти наши магазины сетевые И еще появляются Какие-то новенькие такие Там на многих написано Алкомаркет Ничего страшного Я не обращал внимания Не на всех Но есть Все по-разному это делают Но все понимают О чем речь Вот И как раз не так давно Насколько я помню Голова администрации Нашего города Илья Шульгин Ну как бы высказал Такую мысль Что его немножко Ну не нравится ему то Что у нас вот этих Алкомаркетов Больше чем спортивных Залов То есть уже и подсчитали Ну да Или так На вскидку На вскидку Но на вскидку У нас больше всего Пекарен мне кажется В последнее время Да Но не суть в этом Да То есть как бы Вот эта фраза Прозвучала от нашего Сити-менеджера Что это не совсем правильно Потому что если мы Ратуем за здоровый образ жизни То спортивных точек Каких-то да Там тренировочных залов Там не знаю Фитнес-клубов Должно быть больше Чем вот этих вот Алкомаркетов Вероятно вот Оксана Бурганская Как раз вот в русле Этого вот Недовольства Главой администрации Своё предложение Телефона 211-101 Кстати да Мы сказали Что это разговор Со слушателями Но не забыли Напомнить номер Нашего телефона Пожалуйста 211-101 211-101 Что вы думаете По поводу Вот этого предложения По ограничению Торговли спиртным В магазинах Которые расположены В жилых домах Вот так ведь Да Правильно Ну давайте сейчас Попытаемся Поиграть мы с Николаем В хорошего и злого полицейского Николай будет злым Или хорошим Наоборот Не знаю Николай будет выступать За сохранение А я буду против Давайте выгоним всех Продавцов В том числе Алкогольной продукции А почему А вот детских садов У нас не хватает В городе Давайте там детские сады Будем открывать В жилых домах нельзя В жилых домах Нельзя по закону Нельзя Оторговать можно Да Хорошо давайте Понимаешь Мы о детях заботимся А о торговцах Алкоголем нет Поэтому детям нельзя Осталось Я не задумывался Ну давай еще раз Попробуем поговорить Все таки с Оксаной Алексеевной Оксаной Алексеевной Добрый день Добрый день Добрый день Приветствуем вас Давайте сразу Мы как раз вот начали немножко говорить о инициативе, с которой вы выступили, о запрете на продажу алкоголя в жилых домах. Конкретизируйте, пожалуйста, что за продажа такая имеется в виду, кем, какими торговыми точками. Так, ну, инициатива, это не моя личная, это, ну, можно сказать, жители моего округа. Ну, написано, общественный совет Октябрьского района, да, это правильно? Да, жители округа номер 8 Октябрьского района, города Первого. На каждом общественном совете, вы знаете, что сейчас есть такой прекрасный инструмент взаимодействия между общественностью и администрацией. Вот этот вопрос выносится буквально, ну, превыше всех остальных и в приоритете именно волнует наших жителей. Вот то, что в каждом районе, можно сказать, пооткрывались неожиданно, и как грибы они размножились, вот эти точки, называемые мини-маркет 24 часа. А вот эти маленькие магазинчики, да? Да, маленькие магазинчики, которые там, ну, имеют ассортимент разный, но в том числе всякие лосьончики, вот эти так называемые, да, фуфырики, которые... Мы не знаем, но я не захожу, я не интересуюсь. Волок, я знаю, я знаю, есть такие магазины, да, продают там эти самые фуфырики, я не видел, как их продают, но на выходе из магазина видно, что здесь люди делают. Они просто валяются там. На выходе из магазина видно, что сейчас каждую ночь, например, во дворе моей площадки детской, собираются молодежь, и это не только я вижу, это видят все, но почему мы закрываем глаза на это и говорим, что да, это не нарушается закон, и все хорошо, и все в порядке, люди могут так проводить время. А мы считаем, и все меня поддерживают, что так нельзя относиться к таким вот вещам, видеть это и закрывать на это глаза. Слушайте, а мы-то, нам-то показалось, что ваша инициатива, ну, не ваша, да, транслируемая вами инициатива касается вообще всех торговых точек, расположенных в жилых домах. Это не так получается, да? У меня было, ну, смотрите, я сформулировала совместно с нашими активистами вот предложение таким образом о запрете вблизи образовательных учреждений, в частности, значит, мини-маркетов 24 часа торгующих алкогольной или спиртосодержащей продукцией. — То есть вот так вот, да? — Да. — То есть те, которые расположены в образовательных или детских учреждениях, да? — Что? — То есть именно мини-маркетов? — Обязательные условия? — Ну, у меня было говорено так, круглосуточные магазины. — Круглосуточные. А по площади, ну, мини-маркет, площадь торговая учитывается? — А он может быть абсолютно разной площади. — Ну, в жилых домах ведь есть. — Тут в одной идее. — Ну, размером с квартирку, если ее переделали в мини-маркет. — Оксана Алексеевна, ведь у нас очень много и супермаркетов расположено в жилых домах. Они тоже алкогольные торгуют? — Да пожалуйста, да пожалуйста. Супермаркет же не будет нарушать закон и торговать вот такой паленой алкогольной продукцией. — Не факт. — Ну, не факт вовсе. — Вдруг там придет какая-то партия непонятная. — Ну, по крайней мере, вот мой алкогольный опыт подсказывает, что это бывает. — Ну, сравните мини-маркет 24 часа и супермаркет. Есть разница, наверняка, да? — Ну, как вам сказать, в размерах, да. — А по сути нет, и те, и другие получают прибыль за счет торговли алкоголем. — А вы встречали в супермаркетах вот такие лосьончики, например? Липовый цвет или как там он? Я, кстати, вот обнаруживаю, да, выхожу гулять утром на пробежку и вижу, что вот эти замечательные фуфырики валяются. — Валяются-валяются, да, я тоже их вижу очень активно. — Ну, зачем защищать явное и очевидное? — А никто же не защищает явное и очевидное. — Нет. — Ну, то есть давайте в сторону вот этих торговцев. Я считаю, ну, или идею вот эту вот как бы поддерживать, да, и мы ее не должны поддерживать. Мы видим, что это, ну, что-то отновится не то. — Нет, ну, Оксана, вот смотрите, у нас же Роспотребнадзор запретил реализацию, вообще запретил реализацию, она до сих пор запрет действует от этой продукции. — После трагедии в Иркутске. — Эта реализация просто запрещена, то есть официально ее никто же не торгует. — Ну, значит, это неофициально делать. Почему мы на это тоже закрываем? — А неофициально никто же не говорит, что у нас должна полиция работать, в конце концов. Вот это же преступление, продавать запрещенный продукт. — У меня был разговор с главным полицейским городом, кстати, по этой тематике. Ну, что они говорят? — Увеличивайте штрафы, не принимайте законы о том, чтобы наказывали там не 500 рублей, да, но он говорил о продаже несовершеннолетним, в частности. — Да, в частности, да. — Ну, как сказать, они ждут, когда будет какая-то инициатива сверху, наши полицейские. Понятно? — Так вы выступили с инициативой увеличения штрафов, ведь у нас же законательное собрание вполне может увеличить штраф. — Я жду, когда мне люди, которые профессионально могут сформулировать грамотно, да, что-то предложат. Все ждут от меня, видимо, да, чтобы я сама, ну, давайте так, можно какую-то группу инициативную собрать, вот, законотворческую, и внести вот что-то уже прям конкретное, и продвигать это. — У меня как раз вопрос. — Может быть, что-то еще предложат? — Да, вот цель вашего обращения в общественную палату, вы на что надеетесь? Что хотите получить от членов общественной палаты? — Я хочу получить квалифицированное какое-то законодательное решение, которое я, как общественник, пока не могу сформулировать. Вы понимаете это? — Да, я понимаю, Александра Алексеевна, понимаем, да. — Ну вот. — Мы тоже вот сейчас с вами говорим, как бы, тоже пытаемся понять, то есть вот, как эту проблему можно решить, потому что получается, что официально-то магазины этим не торгуют, это запрещенная продукция, то же самое, что второй раз запрещать торговлю наркотиками, когда они и так запрещены. Понимаете? — А на уровне Гордумы вы считаете нецелесообразным, не нужным поднимать этот вопрос? Вы все-таки депутат. — Я подняла этот вопрос на уровне Городской Думы. У меня обращение составлено на Ковалеву, обращение составлено в общественную палату, заказодательное собрание я отправила. — У меня было четыре общественных вот таких, как бы же, института, в которые, обращение, да, в которые я обратилась. Ну, институт общественный, в которые я обратилась. Еще администрация Октябрьского района получила от меня. — И какие-то ответы вот из Городской Думы? — Ну, сказали, вот, будут прорабатывать. — Ну, то есть будут прорабатывать, да? То есть вполне возможно, что они найдут какое-то решение этого вопроса? — Я очень на это надеюсь, что мы совместно что-то там... — Так, как сказать, еще полминуты, давайте подведем итог. Мы ничего не перепутали. Инициатива касается мини... — Мини-маркетов, да? — Мини-маркетов, да? — 24 часа. — Мини-маркетов, 24 часа, да? — Да, я вот именно об этом говорила. — Которые расположены вблизи школьных учреждений образовательных, да? Такой нюанс присутствует. — Ну, и не только, в жилых домах и особенно вблизи образовательных учреждений. — В жилых домах, особенно вблизи образовательных учреждений, которые торгуют непонятными... — Ну, понятными жидкостями. — Ассортименте которых находятся вот эти жидкости, которые употребляют... Они фактически идут не для употребления внутрь, да? Вы все понимаете, они лосьоны называют косметические. — Понятно. Лосьончики всевозможны для наружного применения. — Понятно.입니다. — Мини-маркетов, в которых торгуют вот этой фигней. Да, конечно, это же непорядок. Круглосу расширить. В утро этого не было, а сейчас опять появилось. Спасибо большое. Оксана Бурганская, депутат Кировской городской думы. Человек с двумя высшими образованиями. По-первых, филолог, по-второму экономист-менеджер. Давайте прервемся на небольшую рекламу. Мы скоро продолжим. 211 и 101. Вы тоже можете поучаствовать в нашем разговоре. Вот мы только что услышали автора. Ну, не автора, а человека, который... Регулирует, скажем, да, инициативу. Озвучил эту инициативу, конкретно житель. Да, жильцов Октябрьского района города Кирова. Мини-маркеты запретить, в которых торгуют. Да, это проблема. Да, безусловно. Да, безусловно. Да, спаивают. Да, непонятно что. Мы же уже говорили о том, что много раз, что это проблема торговли фуфыриками, как их называют, да, там, ну, по-разному. Она вообще-то существует вне зависимости, существовало вне зависимости от того, есть эти мини-маркеты в домах, либо нет. Их все время продавали в ларьках, да? Да и сейчас, конечно, продают. Ларьки стали там закрывать, там, ликвидировать, которые торгуют этой жидкостью. Они переполозли в другие учреждения. Мне кажется, пока они выпускаются, и пока на них спрос, то регулировать их оборот можно только методами силовыми, да? То есть, раз эта вещь запрещенная Роспотребнадзором, ее реализовать нельзя, то смысла там разрешать торговлю магазином нет, если официально они все равно этим не торгуют. Ну, а следит за этим полиция. Конечно, безусловно. Полиция. Полиция. Ну, все мы прекрасно, да, слышим отчеты, видим сюжет, когда полиция выходит в рейд. Выходит в рейд, да. Штрафует. Штрафует в очередной рейд, опять штрафует. Вопрос в том, что, вот и Оксана об этом тоже сказала, что штрафы, конечно, очень забавные для организации. До 5 или до 10 тысяч там. Да, что-то такие несколько тысяч рублей, да, которые отрабатываются тут же через 2 часа на торговле теми же фуфыриками. Поэтому речь здесь идет, если речь идет о нарушении закона, то, соответственно, и решать эту проблему нужно методами правоохранителей. То есть ужесточать ответственность, потому что это уже запрещено. Ну, теперь давайте немножко истории напомним. В 211-101 у нас такой крестовый поход против алкоголя и спиртной продукции, он у нас, безусловно, связан с именем предыдущего губернатора, да? Он связан вообще с именем предыдущего президента, скажем так. А, предыдущего президента. Вот нынешний губернатор Игорь Васильевич, по-моему. Не забывай, был президент еще другой, помимо Владимира Владимировича. Да, был дело. У нас был, да. Дмитрий Анатольевич, вот он как раз выступил с инициативой о том, что с алкоголизмом надо что-то делать. Как раз у нас тогда был губернатор Никита Ильич Белых, который горячо эту инициативу поддержал. Вот, и не только он. Да, и не только он, потому что было очень много областей, где очень рьяно эту инициативу поддержали, вплоть до того, что стали объявлять там целые районы безалкогольными и так далее, вводить сухой закон. И рано или поздно это должно было кончиться, кончилось, насколько я помню, в 16-м году, когда федеральная правительство сказала, вот есть федеральный закон, все, что свыше него, вы не имеете права ограничивать. Ну, мы, кстати, палку-то перегнули по части той же продажи, времени продажи алкоголя у нас торгуют с 10 до 11, да, в бодние дни, федеральный закон с 8 до 11. Ну, понимаешь, как бы по времени продажи, да, это как бы все допустимо. А вот все эти ограничения, помнишь, у нас пошли уже там по количеству столиков в очередении. 30 мест там посадочных и так далее. Вот это все пришлось отменить, потому что как бы федеральный законодатель поняли, что как бы, ну, нельзя в беспредельщину это переводить, что есть, должен быть некий баланс между интересами бизнеса, людей, там, потребителей, интересами бюджета, в конце концов. А бюджет пополняется в том числе за счет акцизов на производство алкоголя. А акцизы там немаленькие. А акцизы очень даже немаленькие. И это большая составляющая цены, собственно, да. И поэтому как бы пошли немножко другим путем, то есть акцент сделали на повышение цены на алкоголь и на контроль над его продажей методом системы ЕГЭИС, да, которая была внедрена для того, чтобы убрать с рынка фальсифицированный алкоголь. И на этом, насколько я понял, пока успокоились, правила игры больше менять не собираются. Более того, Федеральный центр сказал, и не надо их больше менять, потому что бизнес недоволен, то им разрешают магазины, то им запрещают магазины. Понимаешь? Люди-то деньги в это вкладывают, так не верти. Поэтому как бы на данный момент, вот с приходом нашего нового губернатора, ты обрати внимание, как бы эта тема ушла с повестки дня. И губернатор, по-моему, за два с лишним года своего здесь пребывания не говорит. По поводу алкоголизации, да, ни разу ничего не говорил. Вот смотрите, я нашел новость, не составила труда от 2017 года. МВД в Кировской области предложило запретить торговлю спиртными, спиртным в жилых домах при наличии решения собственников квартир. Вот этот вариант всегда есть, потому что эти жилые... Мы сейчас поговорим, конечно. Об этом заявил, цитируя я, начальник отдела организации применения административного законодательства, господин Ливанов. Депутаты поддержали инициативу, депутаты СЗС. Речь идет о круглосуточных мини-маркетах. По словам полицейского, владельцы магазинов не боятся штрафов. Это максимум 10 тысяч рублей. А полицейские могут изъять только незаконно проданную продукцию. Эффективнее, по мнению Ливанова, забирать все спиртное из магазина. Но для этого также нужны поправки в законодательстве. Вот это сложнее. Вот это более интересная тема. Да, вот это сложнее. Вот насчет того, что вот эти маленькие магазинчики могут жителей дома своим решением просто не допустить, такой вариант есть. Но о нем надо говорить уже отдельно. Он довольно-таки хлопотный. У нас слушатель на проводе 211-101. Добрый день. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Александр. Александр, скажите, вот непосредственно ваши интересы затрагивает эта инициатива? Непосредственно мои интересы это не затрагивает. Но... А почему бы не запретить в алкомаркетах продавать детские игрушки? А они там продаются? Конечно. Да? Продаются. Да, продаются вполне себе. Детей приучают, видимо, с детства. Там нормальный ассортимент всех товаров, и продуктовых, и детских в том числе. Да, в алкомаркетах. Валой, ты заходи. Я даже хочу сказать, что приезжал в один из районных центров, и администрация пыталась судиться с алкомаркетом о запрете этих игрушек. Нет, они проиграли суд. Администрация... А какой это район, если не секрет? Ну, Оричи. Оричи район, да? Недалеко от Кирова. Оричи район. Продают вполне. И вот это раздражает, наверное, меня больше, чем мини-маркеты 24 часа, где покупают такие люди. Более того, Александр, я с вами соглашусь, потому что я захожу на мини-маркет, там не только детские игрушки, а вот даже, знаете, ассортимент детских напитков всевозможных, что дети любят. Да. Они там гораздо дешевле, чем в других магазинах. Вы обратите внимание. И родители ведут туда своих детей. Потому что там дешевле. Там в два раза дешевле. Вот я говорил сегодня в радио. Я посмотрел. Это мы сейчас не рекламируем. Я не говорю в таком магазине. Не реклама, да. Понимаете? Нет. Не, я слежу за этими магазинами. Ну как, когда вот в почтовый ящик они активно рассылают эти всевозможные акции, да, красочные листочки. Вот я смотрю, о, действительно дешевле. Да. Ну это ладно. Сам давно там не бывал. Вот так вот. Может быть, женщина и на это может обратить как-то свое внимание. Ну хорошо. Я думаю, что Оксана Алексеевна слушает продолжение нашей программы. Она услышала вашу мысль. Она, в принципе, вполне здравая. Ну, Александр, да, в целом-то по инициативе запрещать, не запрещать. Вот эти 24 часа. Думаю, что во дворах, конечно, это плохо. То есть во дворах магазинов мы не надо. Во дворах это плохо. И у школы дети ходят. Хотя, с другой стороны, дети ходят, покупают сигареты за два квартала. Им это, мне кажется. Ну, в этом тоже с вами не согласиться нельзя, потому что сам я в школе это делал, поэтому ходил туда, где продают. Да, ну, штрафы дают, знаешь, что есть. И штрафы дают за продажу несовершеннолетним. И все. Ну, как-то это плохо. Это очень сложно все зафиксировать. Вот в чем дело. Сейчас и вейпы приравняли, как известно. Но, в принципе, вы эту инициативу поддерживаете, да? Да. В общем, да. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вам всего доброго. 211-101. Мы продолжим спустя небольшую рекламу. Номер наш работает. В рекламном перерыве можете набрать. Придется немножко подождать. Полторы минуты мы продолжим. Николай Иголиков, Владимир Сметанин. Продолжаем наше общение. Инициатива о запрете мини-маркетов, которые располагаются... В жилых домах. В жилых домах. Инициатива, напоминаем, депутата... Городской думы. Да, городской думы Оксана Бурганская. Ну, как она пояснила, она транслирует, да, конкретных жителей, конкретных избирателей. Это идея. Мне нравится сообщение, как заканчивается на сайте Общественной палаты Кировской области. Члены рабочей группы поддержали Оксану Бурганскую, а также решили направить обращение зампредсателя правительства Дмитрию Курдеву о том, чтобы федеральные сети, работающие в нашем регионе, несли серьезную социальную нагрузку в виде профилактики алкоголизма и развития спорта в регионе. Мне больше понравилась другая фраза. Общественники решили поддержать депутата Бурганскую и порекомендовать ей активно бороться за то, чтобы ее пожелания реализовывались в конкретном законе. Мне это понравилось больше всего. Общественники сказали, молодец, Оксана, иди, Борис. Не надо забывать о том, что в Общественной палате в Кировской области есть право законодательной инициативы. Кто его знает, может быть, действительно это выльется в какой-то законопроект. Довольно-таки сложный должен быть законопроект, потому что придется обходить очень много сложностей. Я думаю, что здесь должна работать... Чисто теоретически есть? Теоретически, да, но вряд ли это прерогатива Общественной палаты. Скорее всего, должны заниматься другие какие-то ведомства. 211-101, номер нашего телефона. Вы в прямом эфире. Добрый день, как вас зовут? А, нет. Нет пока, да? Да, там уже показали жестами, что не дождался окончания рекламы наш слушатель. 211-101. Вот я сейчас в перерыве вспомнил еще одну историю. История 2013 года. 2013 года. Да, 19 мая. Тогда вступало в силу постановление правительства о запрете продажи алкоголя в точках общепита, которые расположены в жилых домах. Речь тогда шла о предприятиях общественного питания за исключением ресторанов, баров, кафе и кофе на расположенных нежилых помещениях, многоквартирных домов. Николай сказал, что это история с рюмочными. Да, это борьба борьбы с рюмочными. И вот как раз то, что мы сегодня пожинаем, это борьба с пузырьками, да? Это вот следствие той самой борьбы с рюмочными. Об этом мы уже проходили в 70-е, 80-е годы. То есть, когда есть спрос и каким-то образом предложение перекрывается, то спрос находит то, что он ищет всегда. С нами на связи депутат Кировской городской думы Юрий Шлеминзон, экс-депутат ОЗС и член Общественной палаты Кировской области в прошлом. Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Вот эта тема нас опять объединяет. Борьбы с алкоголем. Мы не с алкоголем боремся, а с правильным его продажам. В общем, мы с неправильной продажей боремся. Ваша коллега по городскому парламенту, Оксана Бурганская, мы сейчас с ней пообщались, она имеет в виду мини-маркеты, которые торгуют направо и налево в любое время суток так называемые фуфыриками. Нехорошее. Вот, собственно, ваша оценка этой инициативы и, может быть, какие-то поправки. Вы знаете, у меня на округе очень часто и много возникает обращений по поводу работы мини-маркетов. Я считаю, что продают алкогольные напитки не в режиме. И даже, как называемые, фуфырики продаются, бывает. Особенно те маркеты, которые работают 24 часа. Поэтому я считаю, что им не место в жилых помещениях. И вообще эта форма торговли очень неправильная. Если все думают, что когда из продажи этих магазинов исключить алкоголь, то остальные товары не будут пользоваться спросом. Это неправда. Масса магазинов есть, не торгующих алкоголем, у которых есть хороший ассоциимент товара, повседневного спроса. Они работают нормально и рентабельно. Эти маркеты в основном ставят свою задачу по продаже алкоголя. Да, это более прибыльный процесс, более легкий способ зарабатывания денег. Но я не сторонник, чтобы вот такие маркеты существовали в жилых помещениях. Ну и тем более близко доходились с помещением, где занимаются спортом или учебными заведениями. Юрий Львович, я не могу понять, почему надо было обращаться в общественную палату. Это можно решать в законодательном уровне в рамках городской думы. Мы об этом и спросили, Аксану Алексеевну. Она говорит, что писала обращение на имя главы города. Не знаю, может быть там будет подниматься среди депутатов. Я думаю, что просто надо включать в повестку заседание и надо обращаться к главе города. Вот, пожалуйста, перехватите эту инициативу, внесите повестку. Я подумаю над этим. И просто вопрос такой, Юрий Львович. Мы когда говорили с Аксаной, она не очень четко себе представляет какие-то юридические механизмы реализации своей идеи. Они есть, на ваш взгляд? Конечно, существуют. Прямую. Вносится предложение депутата на рассмотрение заседания Думы. Ну, значит, комиссия рассмотрит, конечно. А каким образом будем отделять зерна от плевел? То есть есть же магазинчики, вы сами говорите, где не торгуют алкоголем. А есть здоровенные магазины. И есть огромные супермаркеты в жилых домах, которые торгуют алкоголем. В случае лицензии выдается на продажу алкогольной продукции? Да. Просто в этих магазинах можно законодательно запретить выдавать лицензию на продажу алкогольной продукции. А лицензию кто выдает? Рост алкоголя... Министерство предпринимательства, наверное? Да. Да? Да. Так администерство областное выдает? Областное. Городская дума запретит областному министерству? Вполне. В рамках города может администрация все делать. Ну, ладно. Если так. Как говорят, что нельзя решить вопрос с парковкой транспорта грузового, все это может решаться. Просто не хотят этим заниматься. Ну, так что, Юрий Львович, вам карты в руки? Развиваете этот процесс? Я подумал на этим вопросом. Да, подумайте, серьезно. Подумайте на этим, конечно. Надеемся, да. Что-то вот такой конкретный путь все очень действенный все-таки удастся. Проблема есть, безусловно, но действительно как-то все мешается в одну кучу. Пытаемся поработать над этим вопросом. Да. Хорошо, спасибо. Спасибо. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы, был с нами на связи. 211-101, у нас есть 7 минут. Вы тоже можете дозвониться и высказать свою точку зрения по этому поводу. У нас будет еще на связи юрист Ян Чеботарев. Действительно, очень хочется его расспросить, в том числе, а как это собрание жильцов, да, общее? И действительно ли в его полномочиях решать такие вопросы? Изгнать алкомаркет из своего дома? Мы не хотим собственника, потому что он находился. Ну, собственно говоря, жильцы, по-моему, дома, если этот дом приводит, ну, условно говоря, владельцы они, по-моему, вообще отвечают за аренду тех помещений, которые в доме у них есть. Ну, вполне точно, если у предпринимателя, у него есть желание организовать торговую точку на первом этаже многоквартирного дома, и он там собирается ломать, да, ломать, двери ставить. Вот тут-то надо согласовывать, конечно, а вот обратный процесс, не знаю. Кто у нас на связи? У нас на связи Ян Чеботарев, юрист. Ян Евгеньевич, мы приветствуем вас. Да, Владимир Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Вот в очередной раз озадачили наши народные избранники. Говорят, мы имеем полное право сейчас вот эти мини-маркеты ликвидировать, чтобы не торговали ни днем, ни ночью. Им бы мини-маркеты взять и запретить, как белость песни, да. Чтобы не торговали ни днем, ни ночью. Насколько это реально, Ян Евгеньевич? Непонятна алкогольная продукция. Вот ваша точка зрения, как знатока права. Ну, на мой взгляд, это мало реально. Почему? Подобного рода вопрос не относится к компетенции муниципальных депутатов, и даже постановлением правительства Кировской области вряд ли подобного рода запрет возможен. Значит, на уровне правительства области можно попытаться инициировать внесение изменений в федеральное законодательство, которое устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. Но не более. Правительство Кировской области может устанавливать время и регулировать определенную специфику оборота, но вот закрыть, запретить. У нас в статье 16 закона о государственном регулировании производства оборота этилового спирта и прочее, есть конкретный исчерпывающий перечень тех точек, тех мест, где продажа алкогольной продукции не допускается. И вот как раз подобного рода ограничения, как реализация алкоголя в многоквартирных жилых домах, в встроенных торговых помещениях, там такого нет. По большому счету, честно скажу, я бы как кировчанин, наверное, был бы сам лично заинтересован, если бы подобного рода пробел в праве был исправлен. Я работаю в доме, где есть точно такая же точка, где продают парфюмерно-косметическую продукцию и она, как я вижу, регулярно пользуется спросом. Меня это напрягает, это напрягает жильцов дома, где я работаю. Но сделать что-то нереально пока, без внесения изменений в федеральное законодательство. А вот в общественной палате, когда рассматривался этот вопрос, Константин Сенчихин, член ПКО, сказал о том, что бороться с этим явлением можно и тут должна быть активная позиция собственников жилья. Что в общем собрании можно этот вопрос решить. Насколько это реально? Есть проблема в том, что с точки зрения жилищного кодекса, гражданского кодекса, собственники жилья в многоквартирном доме не могут диктовать свою волю другому собственнику, как ему использовать свое помещение. А другой собственник этому несполитет получается, да? Если у меня есть квартира, я могу там жить, могу кого-то прописать. Если у меня есть офис, я могу оказывать в этом офисе юридические услуги. Не-не-не, собственник это владелец, собственно, да, этой торговой точки? Да. Ну, то есть, если помещение выкуплено? Да. То есть, никто ему предложить ничего уже не может? Предложить могут, но заставить не могут, да? А изначально он должен был согласовывать с другими собственниками организацию этой торговой точки? Он выкупил, например, квартиру, на первом этаже решил ее переоборудовать в магазин? Не обязан был? Ну, вот части переоборудования квартиры, да. Здесь практика есть. Существенная, как правило, переоборудование квартиры подразумевает все-таки реконструкцию самого дома, то есть устройство отдельного входа. А если изначально строился дом, в котором предусматривалось в Соколе или на первом этаже какое-то помещение, вопрос, как его использовать, относится к компетенции собственника. То есть, если человек выкупил это помещение, он что хочет, там и делает. Отстаньте от него все. А во-вторых, переоборудованная квартира, скажем, человек переоборудовывает квартиру под магазин пищебумажных принадлежностей. Через год он его продает другому, и тот делает там все, что хочет. Да, видимо, такой вариант. То есть, довольно сложно все, Ян Евгеньевич, да? Да, весьма. То есть, здесь вот эти проблемы могут регулироваться только на федеральном уровне. Если будет запрет, конкретный предусмотренный законом на продажу, например, парфюмерно-косметической продукции, содержащей алкоголь в подобного рода помещениях, расположенных в многоквартирных домах. Но я думаю, что многих горожан, кировчан, просто граждан России это обрадует. Но сейчас же есть запрет Роспотребнадзора на реализацию такой жидкости. Двойного назначения. Он действует, он продлевает. Во-первых, он временный, как правило. Но они продлевают его каждые три месяца. Ну, тем не менее, реализация все равно осуществляется, и бороться с этим весьма проблематично. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо, Ян Евгеньевич. Ян Евгеньевич Батарев, юрист, был с нами на связи. Минутка есть, буквально 211-101. Если есть у вас желание, есть что сказать по данной теме, вы можете еще прорваться. 211-101. Но пора уже итог подводиться. Да, что мы с тобой вернулись к тому, с чего начали. Когда в 2016 году федеральное правительство решило, что самодеятельность на местах по прибыль с алкоголизмом надо прекращать, а не вот этот исчерпывающий список всех ограничений в законе, которые есть, и больше ничего. Вот на этом пока остановились. И, видимо, изменить это можно только методом законодательной инициативы, вносить ее в Государственную Думу, чтобы Государственная Дума там рассмотрела и, может быть, изменила закон. Я не понимаю, почему до сих пор этого не происходит. Потому что я уверен, что в федеральном центре сигналы из всех регионов стекаются. Я думаю, да. Это действительно национальная беда. Потребление вот этой спиртосодержащей продукции непонятного назначения. Не знаю, почему... Как раз наоборот, вполне понятного. Понятного, да. Понятного назначения. Открыл и выпил. Не знаю, почему федералы не обращают на это внимания. Давно, на мой взгляд, уже можно было бы принять соответствующие поправки в законодательство. Ну, вот из чего я делаю вывод, что это кому-то выгодно. Ну, видимо, да. Это кому-то выгодно, что все остается именно так, как вот остается сейчас. Ладно. На этом мы программу «Дневной разворот», разговор со слушателями завершаем. Сегодня, напоминаем, у нас будет по традиции культ поход. Он начнется через 20 минут. И кто же у нас сегодня будет в гостях? Дмитрий Шеляев, директор Центра современного искусства галерея «Прогресса». Он будет нам рассказывать о том, как будет организован, когда и где пройдет всемирный фестиваль уличного кино в нашем городе. В нашем городе. В нашем городе, да. Так что мы не прощаемся. До встречи через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова